Так, ребяточки, запикался я в боёчек, только-только вот запикался в бой, и сразу вижу трофейную контентовую Изидочку на Агент Сыксе, почти как Агент 002, только Агент Сыкс. Посмотрим на занерфленное устройство на Изиду, и его уже, как говорится, орех убил, поэтому осталось только найти этого челика и посмотреть, как работает новое занерфленное устройство на Изидочку. На чём вообще он играет, чё за корпус? Играет он на Хоппере, на своём любимом, да? Посмотрим, чё там по дальности, посмотрим, чё там по урончику, нагибать будет он вообще или не будет нагибать. Так, как будто есть ощущение, что уже эта Изида не тянет вообще от слова совсем. Так ли это, сейчас узнаем. Играет он на Защитничке, на Хоппере, можно посмотреть, как он будет вообще разваливать один в один. Сделаем сейчас такой обзорчик, вкусненький. Потому что то устройство, которое я встречал до этого, оно показывало прям супер прибыль. Прям очень жёсткий результат оно показывало. Я попадался с ним на шоссе, до ещё этого нерфа. И там он просто, ну я не знаю, ну такую ультраколбаску делал. Там и дистанция была суперсильная, и выхиливался он очень жёстко. То есть там прям мега сильно выглядело это устройство. Поэтому посмотрим, что будет сейчас. Надо его где-то вообще поймать. Посмотреть один в один, как будет по урону он накидывать. Есть ли там вообще сильный урон? Нету там сильного урона. Надо чисто позырить. Не могу я поймать тайминг особо только. Его на карте. Так, ну по киллам у него уже шестёрочка есть вкусненькая. Чё-то получается. У нас занерфили, получается, дальность у этого устройства. Немножечко. Она стала более слабая. И вроде как уроном там тоже что-то сделали. Там вампиризм что-то чуть-чуть пофиксили. Поэтому сейчас посмотрим. Главное нам очень быстро не улететь с этой катки. Опа, вот он контролит респики. Ну, в принципе, так же самое, как и тогда. Чисто чел контролит респаун. Вжимается. Ну и просто уносит меня в салатницу. Сейчас посмотрим с респика. Один в один, если вообще так стреляться. Насколько сильно выхиливает эта изида. Ну, бэ, ну дальность у неё всё равно очень большая. Как будто что её нерфили, что её не нерфили. Дальность прям супер большая. Куда чел просто тянет, смотрите, насколько. Он просто пол респа может протянуть. С этой изидой. Что был нерф, что нету нерфа. А я думал, если честно, что она будет насасывать намного жёстче. Ну, вроде как, орех её не так сильно и убил. Поэтому агентик может ещё набивать до сих пор это устройство. Так, одиннадцать на четыре. Где он? Не могу поймать этого чела. А, вот он. Так, ну один на один развалочку. Один на один развалочку. Перестрелял я его. Ну, немножечко с дистанции я начал накидывать. И то почти всё хп он мне высосал. Защитничек он тоже использует. В принципе, ну, на сегодняшний момент времени это, наверное, под такую лёгкую, быструю комбу нормальный дрон. Который тоже неплохо работает. Но так, чисто один в один. И пов нормально высасывает. Хпшка у них улетает очень быстро. И ты просто ездишь по респам и выхиливаешь сви бхп от каждого противника. Для контроля карты. Ну, как будто бы очень приятное устройство. Ну, и на мой взгляд, наверное, это лучшее сейчас устройство на трофей, которое есть вообще у игроков. Если, например, сравнивать с тем же Скорпионом, которое я, ну, как не тестил, а именно обозревал вместе. Играл я на чём тогда? Играл я с копьём. И копьё показывало себя ничем не хуже, чем устройство трофейное. Здесь же, ну, на Изиду не будет таких устройств сто процентов. Чтобы у тебя было, смотри, просто дальность какая. Какая? Ептить он тянет! Куда, Валера? Куда ты столько тянешь? Смотри, он просто от этого моста дотянул досюда. Не, расстояние как будто там и не пофиксили. Ну, ооо, ооо, просто тянет. Просто тянет. Да ну не, ну вы чё, гоните? Это как будто прям очень люто. Как будто бы это прям очень сильно. Ладно, надо где-то УДишечку прожать вкусненькую. Сейчас попробуем где-то прожаться. Ну, как будто в него жмём. Просто в наглях типа жмём. Чтобы он себя не чувствовал так жёстко. Но выглядит прям всё равно очень сильно это устройство. Не знаю, что там занерфилось. Как будто там и нерфа не было. По ощущениям. С такой дистанцией. 19 килов у типа уже ещё полбоя даже не прошло. Чисто на ближнебойной пушке наваливает. Ещё бы. Здесь досрочки не было бы. Можно было бы посмотреть. Сколько он по итогу навалит здесь килов. Как будто бы килов 40-50 он даст. С этой изи дочки. Сейчас позыркаем. 6,5 минут до конца боя. По сути полбоя только-только прошло. 22 кила уже у типа есть. 22 килочка есть. У меня для сравнения шестнарик. На самой сильной комбинации с викинга с макой. Но если, например, под викинг дать это устройство, мне кажется, что там вообще очень сильная дистанция получается под овердрайвом. Там, я думаю, больше половины карты можно тянуть. Жесть. Ну, как будто сильно. Как будто очень сильно. Он сейчас с точки просто до респа дотянул. Практически. Овердрайв жмёт? Жмёт. Ну, я с миночкой ловлю чисто типа. На опыте. Ещё и баблицо можно забрать. Ну, ладно. Не успел. Немножечко не успел забрать эти деньги. Заберём вот эту вкусняшку. Сразу уже малого. Чуть-чуть не успел. Ну, и чуть-чуть поднакидал. 28 киллов у него уже. Ещё 5 минут до конца боя. Как будто в порядке эта изида даже после нерфа. Как будто она нерф особо да и не почувствовала. Как будто что её нерфили, что её не нерфили. Как будто не понерфили. Как будто прям очень жёсткая. Спасибо. Спасибо огромное. Так. 4,5 минуточки у нас остаётся до конца. 31 килл уже есть. У этого изида лода. Давайте попробуем хотя бы катку эту выиграть. Хоть что-то сделать попробуем. Продлить как-то эту тему. То есть чел ещё играет без реза, да? То есть он ещё может выхиливать. Может хилить тиммейтов. Может уносить соло. И может тянуть ещё на супер дистанцию. То есть любой ближнебойный танк по типу там Теслы, Жиги, Фреза он может растягивать. За счёт своей дальности. Может хилить дополнительно тиммейта. И может отхиливаться от противника. Ну, блин. Ну, как будто это лютейшая имба. Я, конечно, всё понимаю, но как будто это лютейшая имба. Как будто этого вообще не контрится. Первое супер лютое имбовое устройство на трофейку. Три с половиной минуты до конца. У Типа уже 33 хила. У меня просто двадцатка. Хотя там вон рикошет на Гелиусе тоже набил супер много. Ну, начинаю я бить и просто хилит его. Просто хилит. Жёстко. Жёстко, жёстко, жёстко. Жёстко. Ну, это чисто идеальная комбинация для того, чтобы кататься по респу у противника. И выносить всех. Когда-то вампиризм работал плюс-минус в таких же кондициях. Только это был дефолтный вампиризм. Да, сейчас дефолтного такого вампиризма нету. Ну, и у дефолтного вампиризма никогда не было такой дальности. Да, то есть тут у тебя ещё и возможность супер дальности есть. И ещё есть хил тиммейтом. То есть супер много полезных функций в одном устройстве. Как будто это дичайший имбаланс. Только вот я не могу понять, по каким критериям делаются трофейные устройства. То есть, например, на страйкер устройство, ну, наверное, в раза два слабее, чем вот это устройство. Да, и плюс на страйкер сколько есть альтернативных вариантов. Да, то есть у тебя есть альтернативный вариант по типу дистанционки с вакуумкой. У тебя есть фауст. У тебя есть гидра на 20 снарядов. Да, то есть у тебя есть альтернативы. Здесь у тебя на Изиду, в принципе, нету устройств в игре, которые, ну, хоть как-то близко будут смотреться с таким устройством. Да, потому что у тебя есть дальность. Устройств с Изидой на дальность нету. Вампиризм, который сильнее обычного вампиризма. Ну, тоже как будто нет альтернативы. Устройства с вампиризмом, которые ещё и дополнительно хилят. Таких устройств тоже нету. То есть у тебя альтернативных вариантов нету, от слова, совсем никаких. У тебя есть просто суперсильное имбовое устройство трофейное. Как будто надо нерфить ещё. Как будто я не эксперт, но надо как будто ещё занерфить. Как будто это всё равно очень сильно. Как будто Орех слабо занерфил. 41 килл, минута до конца. У типа на средней карте. При жёстком контроле. Как будто лютейшая имба. Как будто бы лютейшая имба. Либо просто надо на Изиду добавлять какие-то новые интересные устройства. Чтобы хоть как-то это компенсировалось. Иначе есть просто пушка, у которого есть суперсильное трофейное устройство, а больше устройств сильных на эту пушку нету. Ну как будто бы так это дело выглядит. Как будто что-то около этого. Ну и по итогу чел за катку набивает практически 1000 очков. В новом балансе на защитнике с Хоппера и Зидой. Практически 1000 и 41 килл. Ну я считаю, что это суперсильно. Если он бы ещё бы жёстко ездил бы под контроль респов. И сам бы сильно играл бы. То как будто бы он мог сделать намного больше. Просто здесь очевидно, что чел может быть по личному скилу не играет так жёстко. Чел просто задрот какого-нибудь джиггернаута, да и всё. Ну а так очень сильное устройство. Жёстко.